Спасибо. Хорошо. Нас записывают. Есть глаз, который видит, есть рука, которая пишет. И мы с вами продолжаем. Мы продолжаем, как всегда, начинаем с молитвы, чтобы нам была помощь в этом деле. Мы не забудем с вами пожелать здоровья больным. И особенно Ури Бенслава, за которым мы все молимся и переживаем. И дальше мы возвращаемся с вами к книге Малахим, книге царств и удивительной личности царя Шламо, о котором говорят, что он в чем-то был равен Маше. Говорят, что не встанет больше такой пророк, как Маше. Не будет такого пророка больше, как Маше. Метраж говорит, пророка не будет, а царь будет. И это действительно момент очень-очень интересный. Во-первых, это царь Шламо. Царь Шламо, он и царь, и пророк, безусловно. У него были пророчества. И человек мудрый в Торе, человек очень глубокий, если так позволительно о нем сказать. Мы немножко познакомились с его личностью. И мы помним, что он, и встретимся с вами еще, может быть, и в сегодняшнем занятии, что он очень подчеркивал, если так можно сказать, чувственный мир, ощущения. И причем ощущения как бы истинные, ненаносные, не связанные с дурным желанием человека, который искажает истинное видение. А желание, такое видение, когда из сердца устранены дурные желания. И мы помним с вами, что царь Шламо говорил, самые главные его рекомендации на путствие своим ученикам. И нам, наверное, больше всего хранимого, храни сердце свое. Если сердце будет чисто, то тогда и мировосприятие, и разум будет работать совершенно по-другому, совершенно иначе, чем у человека, у которого не справился со своими дурными желаниями. Можно будет по случаю поговорить и о дурных желаниях, что имеется в виду. Может быть, как-то мы это затронем, говоря о царе Шламо. Посмотрим. А пока давайте мы с вами вернемся к тексту. Я постараюсь сейчас поднять текст. Вспомним, на чем мы с вами остановились в прошлый раз. И постараемся сдвинуться дальше. Секунду. Так. Раз, два, три, раз, два, три. Меня слышно, что-то как-то затихло все. Да, все отлично. Да, отлично. Хорошо. Да. И вот говорится о Давиде. Говорится о Давиде, что он был похоронен с отцами своими. Поиск могилы Давида, которая должна находиться где-то на горе Цейон, это отдельная история. Еще в свое время барон Эдмонд Ротшель послал посланника, который должен был определить, где находится могила Давида. Потому что было известно, что Сулейман Великолепный оставил могилу Давида за пределами городских стен, за пределами стен старого города Иерусалима. И барон Ротшель хотел найти могилу, чтобы включить ее в будущем в стены города. Посланник ошибся. Он определил старые каменоломни, которые были похожи на такие углубления в скале. Он определил это как могилы и назвал это могилами Давида. Но могила Давида на самом деле, если она барону не была известна, многим не была известна, но могила Давидной на самом деле хорошо известна по традиции. Она находится напротив ворот Цейон, скажем, в здании церкви. И с могилой Давида связано много споров с Ватиканом и с христианами, с Папой Римским. Они постоянно хотят получить. Не потому что это могила Давида, хотя, может быть, это их тоже интересует, потому что, как они считают, над этим зданием состоялась тайная вечеря. И это над зданием, где находится могила Давида, или под которым находится могила Давида, состоялась тайная вечеря. Здесь вот несколько кадров. И опять же, израильское правительство готово это обсуждать и договариваться. И какие-то договоры это представить себе трудно, невозможно. Как царь Давид, начало нашей государственности, начало духовности в земле Израиля. Как можно обсуждать с кем-то передачу его могилы, даже обсуждать. И на самом деле место известное. Там молятся, там существует небольшая ешива над могилой где-то Давида. Точно трудно сказать, но есть такой циюн, отметка, что здесь где-то могила Давида. Есть традиция, что есть участок, который ведет, или, скажем, вход, который ведет в подземелье. Он выводит примерно туда вот то место, которое мы с вами видели, в котором стоит циюн. И считается, что это могила Давида. Что это вход в могилу Давида. По традиции считается. И Ватикан также хотел получить это место. И доступ в него был закрыт. Мы видим здесь ворота. Раньше там спускались люди, молились там. И могила Давида, в общем-то, там, если, как говорят, покопаться, там может быть что угодно. Потому что могила Давида была и сокровищницей, в которой были спрятаны сокровища царей Давида. Царь Юш-Ягу достал эти сокровища. Там мог и какое-то время быть спрятан и Арон Абрид, ковчег Союза. Все это как бы связано с могилой Давида. То есть, как бы история рассказана, что Давид лег со своими отцами и был похоронен в городе Давида на горе Цион. Эта история как бы живет и дышит и имеет большое значение и для нашего времени. И как место молитвы, которая традиционно признана, и как место историческое, и как место, где могут быть сокровища, оставаться сокровища из дома Давида. Мы с вами пробираемся дальше. И напомните мне, мы с вами говорили об истории, как Адония просила Вишаг у Шламо, или мы не дошли до этого места. Пожалуйста, кто-нибудь откликнитесь, напомните мне. Равзиев, по-моему, мы не дошли. Не дошли. По-моему, мы закончили как бы завещанием Давида. Кому что, так сказать. Кому сына Ямбарзилая там сидеть за столом, а этим двоим, так сказать, понятно что. Понятно. Хорошо. Спасибо за напоминание. Не за что, не за что. И было дней правления Давида над Израилем 40 лет. В Хевроне правил 7 лет, и Верушалайме правил 33 года. И сидел Шламо на престоле Давида, отца своего, и очень упрочилась власть его. То есть сразу с самого начала было понятно, что человек, можно сказать, молодой человек умеет и править, и решать дела, и строить отношения с людьми, и судить справедливо. Все это и разговаривать с мудельцами Торы, если так можно сказать, лицом к лицу, на их уровне. Все это было у него. Первое, что происходит при правлении Шламо, как мы видим, и пришел Адония, сын Хагид, к матери Шламо, и сказала она, с миром ты пришел. И он сказал, с миром. И сказал, дело у меня к тебе. И она сказала, говори. И сказал он, ты знаешь, что моим было царство, и ко мне были обращены лица всего Израиля, в ожидании, что я буду царствовать. Но ушло от меня царство, и досталось брата моему, ибо от Бога было дано ему. А теперь с просьбой одной хочу я обратиться к тебе, не отказывай мне, и сказала ему, говори. И сказал, скажи, прошу тебя, царю Шламо, ибо он не откажет тебе, и даст мне вишак, и шунама в жены. И сказал Батыша, хорошо, я поговорю о тебе с царем. Мы обратим внимание на то, что происходит. Адония, сын Хагид, мы помним, что он остался старшим после Абшалома, и по праву ему должно, по праву, даже нельзя так сказать по праву, потому что закон не предусматривает, чтобы власть переходила к старшему сыну. Отец может назначить править после себя любого другого, того, кого-то он считает способным. Но ожидание действительно, прежде всего, старший сын. И вот Адония, он старший сын, и он просит о вишак. Это большая проблема, проблема, из которой вытекает целый ряд других проблем. Дело заключается в том, что по закону на жене царя никто не может жениться. Ушедшего из жизни никто не может жениться. Закон понятный. Конечно, если муж умер, женщина может выйти замуж и продолжить нормальную жизнь. Но в случае царя это исключение. Исключение, которое связано с тем, что, скажем, от этого момента зависит судьба всего народа. Дело в том, что непосредственно существует подозрение. Прямое непосредственное подозрение всегда возникает, что тот, кто женится на жене умершего царя, он будет претендовать на царство. Это как бы естественно. У него есть царское достоинство, и он претендует на царство в отношении вишак, которая не была женой Давида. И нужно здесь подчеркнуть еще как бы достоинство Давида и веру в Давида Сангедрина. Сангедрин постановил, что на вишак может жениться только шламу. Это было постановление, которое действовало в то время. Потому что, если кто-то женится на вишак, то люди не будут разбираться, была она женой или не женой. И вот если человек женился на жене умершего царя, то, наверное, у него есть царское достоинство. Наверное, он может быть царем. Наверное, кто-то что-то ему завещал, и кто-то сделал его преемником, ушедший из жизни царь, если он женился на жене царя. Никто не будет разбираться. И поэтому Сангедрин постановил, что вишак не может выйти замуж. Единственное, что шламу может жениться на ней. Можно подумать, что Адуния был влюблен в вишак. Может быть, да, а может быть, нет. У нас нету никаких намеков в тексте, что вот он прямо так без нее жить не мог. А в его речи сквозит и дерзость, и вызов. Даже если мы сразу это не заметили. Ты знаешь, моим было царство, говорит Адуния Батшеви. И ко мне были обращены лица всего Израиля. Люди хотели. Я по закону должен был царствовать. И ко мне были обращены лица всего Израиля. Что я буду царствовать. Но ушло от меня царство и доспалось брату моему, ибо от Бога было дано ему. Последнее. Не нужно как бы обольщаться. Не нужно думать, что человек признает волю Всевышнего. Как он раньше не признавал ее, так он и сейчас не признает ее, если говорить о пророчестве. Иначе, как он может знать волю Всевышнего? Пророчество. Ибо от Бога было дано ему. Раньше он не признавал это пророчество, и сейчас он не признает. Это просто тоже называется масс сфатаем. Как бы, ну, дань, просто речь. Сказать то, что нужно сказать. Все сказал, а в конце добавил то, что нужно. То, что принято говорить. То, что как бы без этого неудобно было бы. Но последнее. Ибо от Бога было дано ему. Это не то, во что верит Адония. А вот моим было царство. И весь Израиль хотел, чтобы я царствовал. Ну, ушло от меня царство, так получилось. Что тут виноват, можно искать виноватых. Вот, от Бога было дано ему, как некоторая добавка. И мы понимаем, что за этой просьбой получить в жены Авишаак стоит что-то. И стоит немало. Это нам представляется, что молодой человек влюбился. А это совсем не так. Или не совсем так. Что, в общем-то, одно и то же. Потому что мы представим себе, что Адоний уже все сказал. Представим себе, что он женился на Авишаак. И плюс к тому аргументу, что он должен царствовать по праву, как он читает. И его признает весь народ. Вот, ему разрешили. А кто разрешил? Можно сказать, что Сангидрин разрешил. Можно сказать, что Давид сам завещал, чтобы он взял ее в жены. Ему разрешили совершить поступок, который может совершить только царь. Жениться на жене умершего царя. Значит, дальше можно выйти на площадь и спросить. Люди, кому по-вашему принадлежит царство? Кто должен править? И мы представляем, что толпа закричит. Адония, конечно. Давид завещал мне. Вы же видите, что он отдал мне в жены Авишаак и так далее. Это то, что будет. Это то, что будет. Нет всяких сомнений. Без каких-нибудь там прикидок, догадок. Точно. А теперь с просьбой одну хочу обратиться к тебе. Не отказывай мне. И сказал ему, говори. И сказал, скажи, прошу тебя царю Шламу, ибо он не откажет тебе и даст мне Авишаак и Шунаму в жены. Может быть, я не зачитал. Надо было здесь остановиться. И сказала Батшева. Хорошо, я поговорю о тебе с царем. Здесь Батшева проявляет себя, как человек совершенно бесхитростный. Человек простой. Если не простоватый, то простой. И она не может быть, как бы мы сказали, таким человеком наивным прямо. Она человек бесхитростный. Она человек не склонный подозревать. Но она не может быть человеком наивным по одной простой причине. Она правительница Израиля. Что это значит? В Израиле было понятие и у Давида, и у Шламу, и дальше. Было понятие гвира. Женщина, которая является царицей. И это не обязательно, совершенно не обязательно, жена царя. Это могла быть мать царя. Это могла быть и бабушка царя. Женщина, которая считается правительницей. Ее отличает не молодость, не красота. Ее отличает разум и способность участвовать, по крайней мере, в решении государственных дел. Это очень интересный взгляд на вещи. Как бы считается, мы из этого видим, что считается необходимым, что обязательно нужен женский взгляд на вещи, нужен женский голос, нужно восприятие женское. Можно там говорить о женском интеллекте, женском разуме. Можно прийти к каким-то вещам, скажем, унизительным для женщин. Здесь не в этом дело совершенно. Не то направление мысли. Направление мысли – то, что понятно, что есть мировосприятие мужское, есть мировосприятие женское. Кто умнее, кто лучше, совершенно не важно. Это разные два подхода к решению проблем, к взгляду на жизнь. И считалось, что вот такой момент женских взгляд на вещи, женщины мудрые, безусловно, он совершенно необходим для принятия решений. «И пришла Батчева к царю Шламу поговорить с ним об Аданияху, и поднялся царь на встречу ей, и поклонился ей, и сел на престол свой, и поставил престол для матери царя. И села она по правую руку его». То есть это не только и не столько даже уважения к матери, потому что в такой ситуации царь не должен проявлять уважения к матери, если он правитель. Она просто его мать, обычная женщина. Мы видим, что здесь он ставит престол для матери, и это указывает на то, что она в каком-то смысле соправительница. «И сказала, об одном маленьком деле хочу я попросить тебя, не откажи мне». И сказал ей царь, «Проси, мать моя, ибо не откажу я тебе». И сказала она, «Пусть будет отда на Вишанг и Шунама, а Данияху, брату твоему, джоны». Почему бы нет? Такой бесхитростный совершенно взгляд на вещи. Женщины не склонны подозревать. Женщины не склонны к тому, чтобы повсюду искать интриги и какую-то попытку нанести вред, подставить подножку и так далее. Совершенно не склонны к этому. И отвечал царь Шламой и сказал матери своей, «И почему это ты просишь Эбишаг и Шунама для Данияху? Попроси для него уже и царство. Ибо он, брат мой, который старше меня, и будет властвовать у него, и будет властвовать у него, и у него, и у Ятара Кагаэну Яба сына Цруя». Шламой совершенно другого склада человека. Он сразу проникает в суть проблемы. Он сразу видит ситуацию, видит, что происходит, как некоторое пророческое видение, но не силой пророчества, в данном случае, а силой своего разума. Он видит картину. Он понимает, что Атанияу пришел просить Эбишаг не из любви, не из-за того, что он не может без нее жить, а из-за того, что созрел заговор, что, как и говорил ему Давид, есть люди, есть люди, которые никогда не смирятся с тем, что Шламой поднялся на престол. Они по-другому видят царя Израиля, они по-другому видят будущее Израиля и никогда не успокоятся. И он сразу к Атанияу видит, что за ним стоит Юав, сын Цруи, и Ивьатар Акуэн, которые пошли с самого начала, пошли за Атанияу. Участвовали в первом заговоре. Забегая немножко вперед, можно сказать, что относительно Ивьатара, можно сказать, что Шламо ошибся. Он не участвовал непосредственно в попытке назревшего переворота. И это было дело больше рук Юава, чем Ивьатара, и Атанияу, естественно, как главный исполнитель замысла. И боглялся царь Шламо именем Бога, сказав, пусть так сделает мне всесильный, и так добавит, если на свою погибель заговорил Атанияу об этом деле. А теперь, как верно то, что жив Бог, который укрепил меня и посадил меня на престол Давида, отца моего, и который основал мне дом, как и говорил, так же верно и то, что сегодня будет умершлен Атанияу. И послал царь Шламо Бенаяу, сына Иояды, и поразил его, и тот умер. Нужно сказать, что Бенаяу, сын Иояды, почему именно его? Он посылает, он глава Санедрина. И без суда и следствия Шламо не хотел, не мог производить расправы, хотя, в общем-то, как мы знаем, у царя есть такое право казнить любого только по своему единому слову. Он не хотел, он посылает именно главу Санедрина, Винаяу, сына Иояды. И поразил его, и тот умер после суда, после расследования дела. А Виатару, как я ему сказал, царь тоже был распрошен, допрошен, конечно, без пристрастия, говоря в шутку, потому что пытки, конечно, никто не применял. Виатар оказался невиновен, непричастен к этому заговору, но либо он что-то слышал, либо он что-то знал, либо он... И царь Шламо его также определяет ему наказание. А Виатару, как я ему сказал царь, иди бы на тот к полям своим, ибо человек, заслуживающий смерти, ты, но сегодня не умершлю тебя, ибо носил ты ковчег Бога Всесильного перед Давидом, отцом моим, ибо страдал от всего того, от чего страдал отец мой. Мы помним, что Ивиатар – это единственный коген молодой, который спасся из Нова, и который пришел к Давиду и принес ему Урим и Тумим, который на грудне первосвященника, который был все время с Давидом и был во всех походах и переходах, был с Давидом, никогда не отлучался от него. И тем не менее, если он опасен для царя, если царь считает, что он опасен, если бы он был действительно причастен к заговору, царь бы не мог простить его, это как бы тот, кто, говорят, что тот, кто оскорбил царя, царь не может простить, как бы он не хотел простить, он не имеет права простить. Мы разбирали эту ситуацию, и с Шаулем мы разбирали эту ситуацию. Здесь то же самое. Если бы он был причастен к заговору напрямую, то Шламон не простил бы его. Ни при каких обстоятельствах, какие бы заслуги не были, никакие заслуги не могут спасти от преступления, которое называется бунт против царя. И увидев какую-то непрямоту или то, что он мог знать что-то, или то, что он во всем поддерживал Юава и Адонию, Шламон счел, что он опасен и устранил его от должности, и велел ему жить в Анатот. Анатот – это место в колене Вениамина, город Кагенов. И Виатар уже не служил после этого в храме. И в Анатоте Кагене, те, кто, скажем, были из его рода, из рода Виатара, его приближенные к нему, его потомки, они занимались хозяйством, хотя Кагене, как мы знаем, обычно посвящали всю свою жизнь служению в храме и тому, чтобы учить Тури людей Израиля. От этих занятий царским указом Виатар был устранен. И знал Шламон и Виатара, чтобы не был тот Кагеном Бога в исполнении слова Бога, которого он говорил о доме Ильи Шило. Здесь мы помним, что Ильи, в Шило было сказано, что его потомки не будут служить, Всевышнему не будут приносить жертвы. И так сложились обстоятельства. Напоминает нам Еремьяу, который, скорее всего, записывал эти слова, что так сложились обстоятельства, что исполнилось пророчество, сказанное Ильи. Ильи Атар был из рода Ильи, он был первосвященником, и он был устранен от первосвященства. Мы помним, что он уступил свое право первосвященства, уступил Цадоку. Это случилось в тот момент, когда он ушел с Давидом из Иерушалаема, если вы помните, обратился к Курим и Тумим к Нагруднику, и Нагрудник не ответил ему, не получил ответ. И Атар счел, что это знак, что он должен уступить свое место первосвященству Цадоку. Он уже тогда уступил первосвященству Цадоку. Но мы помним, что было два места, где служение Всевышнему. Это шатер, шатерное здание, может быть, с пологом перекинутым через верх. Но, в принципе, здание похоже в чем-то на мешкан, который был в пустыне. И это здание поставил Давид, и там стоял Ковчег Союза, и там служили Всевышнему, так как служили храмы. Кроме того, в Гевионе стоял мешкан, и там также служили Всевышнему, хотя Ковчег находился уже в Ярушалае. и мы понимаем по какой причине, потому что Давид все время ожидал, что он построит храм. И он заранее, прежде всего, принес Ковчег в Ярушалае, как мы с вами помним. А в Гевионе стоял мешкан, и там проходило служение. Там также приносили жертвы, и там Виатар был первосвященником. Садок был в Ярушалае, а Виатар в Гевионе. Но Давид полностью устранил Виатара, даже как бы на будущее, и его потомков, чтобы они не приносили жертвы в храме. И получилось так, что потомки Илии вместе с Виатаром отошли от служения в храме совсем. И это то, что сказано во исполнении слова Бога, которое он говорил о доме Илии в Шилоб. И слух дошел до Яба, что говорят, что Яб пошел за Адонией, а за Афшаломом не пошел. И убежал Яб шатру Бога и схватился за рога жертвенника. Почему упоминается здесь, что он за Афшаломом не пошел? Медраж говорит о том, что он хотел пойти за Афшаломом, но в последний момент передумал, что он был противником Шламу. И убежал Яб в шатру Бога и схватился за рога жертвенника. Как мы понимаем, он убежал в шатру Бога к тому шатру, к тому шатру, зданию, которое построил Давид для ковчега. И там он стоял у жертвенника, стоял у жертвенника и не хотел уходить оттуда. И сообщили царю Шламу, что убежал Яб в шатру Бога. И вот он возле жертвенника и послал Шламу виная у сына Ягаяда, сказав, иди порази его. Как мы знаем, никакой жертвенник не может быть защитой для того, кто совершил преступление или по тем законам, которые описаны в Торе, совершил серьезное преступление или тем более бундащик против царя, жертвенника его никоим образом не может защитить. Мы понимаем, что это некоторый обычай, некоторая просьба, поиск милости в глазах царя готовность смириться перед Всевышним на признание власти Всевышнего, но никак не связано с каким-либо реальным законом. То, что здесь опять же как бы несколько уходит, скрывается от нашего взгляда, скрывается от нашего внимания, то, что Юав убегает. И его само по себе бегство, оно свидетельствует о том, что он не был чист в этом деле, совсем не был чист в этом деле, иначе бы он не убежал как человек, обладающий собственным достоинством, и человек, который предан царю, он будет отстаивать правду, он будет доказывать свою правоту, тем более, что это, наверное, не так сложно сделать, если человек чист. Но он тут же, как услышал, что произошло, он убегает. Убегает, и шлавом в этом плане оказался прав. Юав был причастен к такой попытке объявить Адонию царем. И пришел бы на яву к шатру Бога, и сказал ему, так сказал царь, выходи, выходи сам, прояви достоинство, мужество, признайся, что ты виновен, и пойми, что, скажем, для того, чтобы место святое не откровенять, не то, что там не превращать его в поле сражений, не хватать никого, не связывать там, ты выходи. И сказал Юав, нет, ибо здесь умру. Юав отказался отходить от жертвенника, и передал Бинаягу царю слова Юава, сказав, так говорил Юав, так ответил мне, и сказал ему царь, сделай, как он говорил, и порази его, и похорони его, и сними с меня из дома отца моего кровь, пролившуюся напрасно, которую пролил Юав. Сделай, как он говорил, опять же, мы уже понимаем, что текст нам не раскрывает все, не выдается подробности, но сами по себе слова, они как-то намекают, что за ними что-то стоит, что-то скрывается, что значит сделай, как он говорил, пойди и порази его на месте, там, прямо, если он сказал, то порази его там. Очень странно, очень странно. сделай, как он говорил, Юав просил, чтобы его не казнили, чтобы его не казнили, как того, кто бунтовал против царя, потому что тот, кто бунтовал против царя, все имущество его передается в казну царя. И его он согласился, скажем, он просил, чтобы его казнили, так сказать, за старые грехи, в том, в чем его обвинял Давид, за убийство Авнера и за убийство Амасы, чтобы его признали виновным. В этом деле он сам признал, как бы, вину, но только, чтобы его не казнили, как бунтовщика против царства, потому что это перекрывает, он остается без имущества, потомки его остаются без имущества и так далее. Лишаются права и служить царю, а так он, это его как бы личная правильность, которая не связана с потомками. Это значит, что сделай, как он сказал. Как он сказал. И мы понимаем, мы понимаем, что как бы Пинаяву Бен-Йо-Яда он совершенно непосыльный, он не на посылках, а он глава Сангедрина, и он решает вопросы с точки зрения Торы и с точки зрения постановления царя. «Довернет Бог кровь его на голову за то, что поразил двух людей, которые были праведны и лучше него, и убил их мечом». То есть, мы видим, что если мы внимательно вчитываемся в текст, то у нас как бы логика перескакивает или линия повествования где-то ломается. Он бежит к жертвеннику как спасаясь, так как его подозревают в пункте против царя, а царь казнит его за то, что он убил Авнера и Амасу. Это нелогично. Надо было что-то объяснить. Объяснение между строк. То, что мы с вами говорили, то, что он просил, чтобы его не казнили как бунтовщика против царя, а казнение как человека, который совершил ошибку, серьезную ошибку, но как бы не тот, кто бунтовал против царства. И поднял собинае усынивая яда и поразил его, и умерпил его, и был он похоронен в доме его в пустыне. Почему говорят, что дом его в пустыне, что у него кроме его надела, кроме его земли не было ничего. Мы представляем себе военачальника, который выходит на войну и успешного, и одерживает победы. Он должен был быть очень богатым человеком. Есть военные добычи, трофеи, это делят между воинами, и естественно, что воинначальнику полагается большая доля, чем другим, и так далее. Он у него был в пустыне. Дом его был в пустыне. Ничего для себя. Ничего не нужно было для себя. Никакой личной выгоды он не искал. Единственное, что у него было, это служение Всевышнему в том плане, что построить царство, построить государство, там, где живут сыновья Израиля с достоинством, это наивысшее проявление божественного присутствия в мире. к этому он стремился, к этому он стремился всю жизнь, а дом его был в пустыне. На этом пути он совершил ошибки. Да, совершил ошибки. Серьезные ошибки, серьезные ошибки. Но, тем не менее, намерение его было совершенно чистое, никакой корысти он не искал, никакой выгоды он не получал. И поставил царь Беная у сына Яда вместо него, сделал его главой войска, над войском. А цадок Акавена поставил царю вместо Вьетара. Сделал его первосвященником, то есть окончательно утвердил. Знаем, что Вьетар уже отказался от первосвященства, но Шламова как бы разгласил окончательно, что цадок и только потомки садока будут первосвященниками, ни в коем случае не потомки Авьяатара, который ведет свой род от Или. И послал царь и позвал Шиме и сказал ему, построи себе дом в Ярушаламе и будешь жить там и не выходи оттуда никуда. И будет день, когда ты выйдешь и перейдешь потопки дрон, будь уверен, что непременно умрешь ты и кровь твоя падет на голову твою. И сказал Шиме царю, хорошее это дело, как говорил господин мой царь, так и сделает раб твой и жил Шиме и Ярушалая многие дни. Что нужно пожилому человеку на мудрецу Торы живи в Ярушалайме и живи в Ярушалайме будь в городе будь в городе мудрости, будь в городе, где служит Всевышнему, где приносится жертва Всевышнему. И Шиме говорит, действительно, да, это хорошо, замечательно. Причем здесь поток кедрон. Когда ты выйдешь и перейдешь поток кедрон. Поток кедрон, он на востоке несколько, ну да, на востоке от Ярушалайма и сразу за потоком кедрон начинается владение Бениамина. Владение Бениамина устроено так, что часть владения заходит как бы так, чтобы жертвенник стоял в жертвенник в храме стоял во владении Бениамина. Как бы такая рука, такой язык протянут от владения Бениамина и он доходит до Ярушалайма. Но этот момент можно как бы в данном случае от него абстрагироваться, не учитывать, а понять то, что тот, кто пересекает потоки дронов, он оказывается владениями Бениамина. И предупреждение, оно понятное. Я не верю тебе. Если ты оставишься Ушалаем, я знаю, куда ты пойдешь. Ты пойдешь к колену Бениамина для того, чтобы поднимать против меня смуту. Я в этом уверен. И Шиви Бенгера как бы он принимает это. Что ему разбираться там. Но нужно представить себе, нужно представить себе, что сначала царь позвал Шиви и сказал ему построить себе дом в Иерушаламе и будешь жить там и не выходи оттуда никуда. Мудрый человек, который серьезно относится к речи, особенно к речи царя, он должен понимать, что первый запрет есть запрет абсолютный, а второй запрет не переходить кедром это частность, которая входит в общий запрет. То есть как бы я говорю тебе не выходи из Иерушалайма. Не выходи из Иерушалайма, потому что скорее всего когда ты выйдешь, ты перейдешь в поток кедром. Но запрет из Иерушалайма он полный, выходить из Иерушалайма он полный и глобальный. Ишим сказал хорошо, я человек пожилой, я буду жить в Иерушалайме. Что происходит дальше? Что происходит дальше? Сейчас, секунду, немножко тут. Так, я сделаю. И встал и дальше что произошло? И было в конце, я просто пытаюсь написать текст, а он у меня убегает, перескакивает. Окей. И было в конце трех лет и убежали два раба Шиме, Кахишу, сыну Мааха, царю Гата, и сообщили Шиме, сказав, вот рабы твои твои в Гате. Что делает Шиме? И встал в Шиме и оседлал отстла своего, и пошел в Гат, Кахишу, искать рабов своих, и пошел в Шиме, и привел рабов своих из Гата. И послал царь, и поздал Шиме и сказал ему, разве не вели я тебе поклясться именем Бога и не предостерег тебя, сказал, в день, когда ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, будь уверен, что непременно умрешь ты. И сказал ты мне, хорошо это дело, о котором я слышал. Так почему же ты не хранил клятву, произнесенную с именем Бога и заповедь, которую я повелел исполнять тебе. И сказал царь Шиме, ты знаешь все то зло, которое в сердце твоем, и которое ты причинил отцу моему Давиду, и вернул Бог зло твое на голову твою. Что здесь произошло? Во-первых, в Шиме, как мы понимаем, человек не безобидный, человек, который не отказался от своего мнения. Он считает, что родословная Давида, она, так сказать, неправильная, что Руд не имела права выходить за Буаза, и испорченность, которая как бы есть в таком браке, когда, скажем, кто-то из Мааба выходит замуж или женится, по мнению Шиме, то эта испорченность тянется на все поколения. Мы с вами хорошо помним, что есть Галаха, который идет от Шмуэля, что этот закон распространяется на мужчин, но не распространяется на женщины, поэтому Руд могла выйти замуж за Буаза, по каким причинам можно тоже это обсудить, но просто сейчас мы это примем как данность. И Шмуэль, он эту Галаху утверждал и распространял ее, однако ему, как мы понимаем, не очень верили, не очень доверяли в этом плане. И Шиме считал, что Руд не имел выйти права замуж за Буаза, и испорченность она тянется оттуда. И он полагал, что Галаха это не просто формальное дело, испорченность, скажем, формальная, незаконность брака, который запрещает и детям жениться на всех, на ком они захотят. Эта испорченность, она реальная, и она тянется и передается из поколения в поколение. И это проявилось и в Давиде, во всех тех плохих делах, которые, по-моему, Шиме Давид делал. И это, безусловно, передалось Шламо, и Шламо не имеет никакого права на престол. Это то, с чем он живет, то, от чего он не отказался. И мы можем представить себе, что такой, скажем, исторический эпизод, что Ордус, царь Ирод, когда пришел к власти в 1939 году до этой эры, он заставил население Иуды поклясться ему на верность. И те, кто не захотел, отказался. Мы можем представить себе, что с ними было. Правда, школу Елели и школу Шамая он освободил от клятвы, но с другой стороны он преследовал школу Шамая и многих и многих убил и истребил. И самым мягким наказанием было наказание, которое мы знаем, наказание Бабы Бен Иуда Бен Баба, которого он ослепил. Самое мягкое наказание, об этом рассказывается в трактате Бабы Батра. И почему? Потому что школа Шамая продолжала утверждать, что Ирод он по происхождению из-за Думеев, Гордус он по происхождению из-за Думеев, Геюр и Думеем был сделан насильно, а насильный Геюр недействительный, и поэтому он не является одним из сыновей Израиля, он ведет потом свое родословное от тех, кто принял Диевы под насилием, не является одним из сыновей Израиля и не имеет права на царство. Если кто-то слышит, если царь слышит такую речь, если он даже подозревает, что у Галода есть такие мысли, то понятно, что здесь расправа будет короткой. Шутки здесь не шутки здесь не бывает, шуток не бывает. И царь Сломо знал, что на уме ушили. Очень хорошо. Как он знал, прежде всего, потому, что он не отказался, а он просил милости у Давида, когда он пришел к нему после бунта Абшалома, но он не сказал, что он отказывается от своих мнений, от своего мнения. Возможно, и очень даже возможно, Шимель с кем-то говорил. Поэтому Шламо ему сказал, сиди на месте и никуда не ходи. Верушалайме это может быть только мечтой человека в пожилом возрасте, там, Итхахама, чтобы жить в Верушалайме. Живи, я тебе все даю. Но если ты пойдешь туда, где живет колено Бениамина, если будешь гулять и разгуливать спокойно, это для меня признак того, что ты готовишь бунт. Я тебе говорю это сейчас. А теперь, если мы можем представить себе, как совершались перевороты часто при помощи иностранной силы, при помощи чужих царей. Зачем Шуми убежал к царю Гата? Даже если ясно и понятно, что он пошел для того, чтобы вернуть рабов, хотя, скажем, очень странно, что человек пожилой состоятельный, он пойдет за рабами, это само по себе вызывает подозрения, пойдет за рабами в Гат, на Плештин, к царю Гата пойдет за своими рабами, это вызывает подозрения. А подозрения это основание для царя, чтобы казнить человека. И мы видим, что здесь накладывается одно на другое. Шуми, хотя он и учитель Шломо, он считает его потомком маобитян, как бы, испорченного рода, и он не имеет права быть царем с точки зрения Шиме, и он и по своим качествам не может быть достоин быть царем, как не достоин был Давид. Это все сидит в голове у Шиме. Возможно, что он с кем-то обсуждал, а может быть и нет, потому что царь Шломо говорит, ты знаешь все то зло, которое в сердце твоем, и которое ты причинил отцу моему Давиду. Ты знаешь то зло, которое в сердце твоем. То есть мы видим, что у скажем обычного, так сказать, нормального царя есть вполне основание казни человека, который является его противником, его противником не скрывает того, что может быть скрывает, но уже не один раз говорил, и от этого не отказался, что Шломо не может быть царем. И он бежит к царю Гата, к Ахишу, он бежит за рабами, не бежит, идет, нарушая клятву, которую он дал царю. Нарушая клятву, которую он дал царю. И Шломо Шломо говорит ему, вернул Бог зло твое на голову твое. Потому что даже если Шиме ничего не замышлял, или тем более если Шиме ничего не замышлял, то поступок очень странный. Как ему пришло в голову самому отправиться за рабами, так, плести к царю Ахишу совершенно неполятно. Шломо говорит, что это божественное провидение, которое помогло выявить то, что на сердце у него, выявить то, что он пренебрегает царем, пренебрегает сломом, который он дал царю. Не может быть, чтобы он не понимал, что он нарушает клятву, он просто думал, что он отговорится. Мне нельзя было идти через кедрон, так я не пошел в кедрон, я пошел в другую сторону, я пошел к плести. Он пренебрегает царем, пренебрегает его словом, грубо говоря, не ставит царя не в грош, и это все выплыло наружу. То зло, которое в сердце, оно выплыло наружу, и Шламов видит в этом как бы со своей стороны помощь Всевышнего. Это то, что здесь происходит. Мы часто смотрим на ситуации, которые возникают, как на ситуации житейские. Два друга, два приятеля, один ему сказал, другой не послушал. Ну, что такого особенного? Здесь ситуация совершенно другая. И опять же, значит, если у кого-то есть какие-то сомнения, предлагаю вспомнить гордуса. Можно сказать, что он был жестокий и так далее, но это то, как было в древнем мире. представить себе кого-то, который не то, что отказался покляться на верность царю, а тот, кто стал говорить, обсуждать там где-то в доме учения, что царь на самом деле не царь, не имеет никакого права править, утверждать такие вещи. Можно представить себе, что с ним и было. Окей, давайте мы здесь с вами остановимся, хотя, конечно, я как всегда приготовлю дальше, но может быть еще просто завершить, чтобы главу. Ицарь Шламо будет благословен, и престол Давида будет прочен перед Богом навеки. Шламо утверждает, что он делает правильно, и что этот поступок никаким образом не вызовет негодование небес против него. Приказал царь Бенаяу сына Иояда, и вышел он, и поразил его, и тот умер, и царство упрочилось в руках Шламо. После того, как пророк свидетельствует о том, что царство уже упрочилось, было прочным, после того, как он казнил этих людей, оно упрочилось в том смысле, что оно перестало быть похоже на какой-то престол, электронный зал, под который подложена бомба. В этом плане оно упрочилось, то есть, ушли противники, ушли, отдалились, скажем, здесь, скажем, стали невозможны все попытки, бунта против Шламо. Пожалуйста, я отключаю Шер, если будут какие-то вопросы, я готов попытаться на них ответить, секунду. Вот мы делаем стоп-шер, пожалуйста, я вижу ваши значки, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, давайте можем обсудить. Спасибо. Ну, хорошо. Будем считать, что все ясно и понятно. Мне удалось вас убедить, вот не мне, а скорее комментаторам, носителям нашей традиции настоящей, удалось вам убедить. тогда мы подведем с вами черту. Я желаю всем хорошей недели, успехов и здоровья, и дай Бог мы тогда встретимся с вами через неделю. Окей.